Ой, Женька! Привет! Привет, Женька! Дима! Дима сегодня у новой шапочки. 73, не 63 разве? Или что там, 64? 63 должно быть. Привет! Привет! Ушки у него закрыты сегодня. Да, такая мордашечка. С ним сегодня тепло оделся. Тепло. А, нет, не покажу. Меховой там зайчик у него, который в детстве он одевался. Все оделся тепло, кроме папы. А вот папа надел пальто на улице. Минус 8. Какой минус 8? А сколько? Даже я сегодня в шапке, куртке, которая была, ходила во время беременности. А, сколько? Чего ты портала? Ну, я стою, ну, я толстею к зиме, а потом к весне худею обратно. Вот. Думаю, ладно, не буду. Такая вот она. Прям как будто пузико. Вот. Идем мы сейчас в светофор. Снова за теми чебуреками, да? Которые нам так понравились. Вот. И хотим сейчас зайти в фиг прайс по пути. Чтобы что-то купить, чтобы вам сделать обзор на какие-то покупки. Зайдем сегодня в другой фиг прайс. Вот. Идем мы. Увидели мы тут иней. Давай, Жень, повези немножко. Я вон там пройду немножко. Идешь? Смотрите, какой он красивый. Не обгоняй, Жень. Где-то я тут увидела тыла. А вот он. Красивый. А там пенек. Пенек там на нем тоже. Иней лежит. Хотела пройти, но, блин, что-то так красиво. Тут топтать совсем не хочется. Тут трамвай. Тут, кстати, караван. Пятерочка в нем находится. Вот здесь, кстати, мое детство прошло. Жила я как раз вот там вот подальше. Туда мы с вами, может быть, зимой, наверное, попозже немножечко сходим. Будем гулять. Вот я покажу, где я жила. Улица там называется Пролетарская. Там мое детство прошло лет с шести, наверное, даже где-то. С шести до одиннадцати лет, наверное. Хотя нет, там раньше даже. В садик я еще ходила. Ну, короче, не знаю. До одиннадцати лет точно. Даже, нет, до десяти, наверное. В одиннадцати я уже жила на той квартире, где сейчас мама живет. Привет, собачка. Тут был, кстати, завод. Ах, завод подшипников. Подшипники, я помню, выкидывали на помойку их. Мальчишки у нас со двора ходили, собирали их. Приносили. Мы их, по-моему, мыли. И на столе, я помню, с ними играла. Они скатывались, а я магнитиком их обратно, когда делать было нечего. Ты не играл с подшипниками? Не было у вас? Не было? А там у меня прямо мальчишки находили такие большой, там диаметр 7, наверное, даже, не знаю, может, больше. Такие гигантские. Куда-то там на завод залазили. Оттуда забирали. И тут общежитие. Да, вон там находится. Там вот пятиэтажечка. Жили так же, в пятиэтажке. В принципе, кстати, мы всегда жили в пятиэтажке с мамой. Как-то я так привыкла, что нет лифта, хорошо. Нет никаких закуточков. И в девятиэтажке мне сейчас не страшно. И когда даже отсюда мы переезжали, нам поцелок в девятиэтажку переехать. Мне было страшно. Потому что лифт страх. И закуточки. Обязательно кто-то где-то стоит. Возле подъезда кто-то стоит. Я попросила с пятиэтажка, потому что там проще. Мы переехали туда. Ну и там тоже проще не оказалось. Но это уже другая история. Если вам будет интересно, я вам расскажу. Здесь, кстати, мы с вами уже проходили, когда шли в светофор. А, Женька застрял. Застрял, да. Застрял. Тут у нас гараж построили. Наверное, недавно относительно. Все, в принципе, находится рядышком. Светофоры от нас, по-моему, в километрах трех, наверное, находятся. Тут, кстати, дома. Здесь квартиры очень дорогие. Они, по-моему, большие, хорошие и дорогие. Здесь тоже, когда выбирают квартиру, тут хотела. Хоть и дорога, но красиво там. Там тоже новые дома. Там подальше, кстати, вон там он за домами школа моя. Туда тоже надо будет как-нибудь сходить. Моя вторая школа. Я несколько школ сменила. Потому что мне было в начальных школах неинтересно учиться. Мне интересно объясняли. Потом попала я в школу, где Светлана Юрьевна преподавала. И она очень интересно рассказывала. Я начала учиться на пятерке. До этого только двойки у меня были. Не знаю, до сих пор я помню, как она рассказывала. Очень было интересно. Очень хорошая учительница. Смотри, Жень. Там такой туман. А у меня еще на телефоне какие-то полосочки нарисованы. Типа тумана. Как классно, смотри. Это, наверное, загазованность там. Летает в облаках. Красота какая. Как красиво. Где мы не смотрим? Не смотрим? Не смотрим? Давай, пойдем. Два человечка идут. У нас, кстати, есть такая похожая фотография. На набережной зимой. Помнишь, Жень, ту фотографию на набережной зимой? Заводы там вдалеке работали уже, ближе к вечеру. Я фоткала. Я фоткала как-то очень давно. И там это дым, гарь и закат. Блин, так классно. 15-й год, наверное. 15-й год? Да. Наверное, давно было. Сейчас с Илюхой как раз гуляли мы все вместе. Тоже мне надо поискать. Где-то она у меня должна быть. Очень красиво. Если найду, в принципе, то я поставлю вам в конце ее. Так, ну вот мои дома. Пришли с покупками. Заходили мы в фиг прайс. Купила я влажные салфетки для детей. Вот. У меня уже заканчиваются. Очень нравится. Очень удобно. Вот эта вот крышечка открывается. Не рвутся. Уже много раз пользовался ими. Вот эта вот отрывается. Ребенку, кстати, нравится вот эта вот отрывать. Вот. Очень удобно. Какие-нибудь толстые. Чуть потолще немножко. По 55 рублей. Купил муж молоко. О, в магазине. Какой-то индюшкин, что ли, у нас. Такое вот. Не знаю, вкусное или невкусное. Какое-то, не знаю. Сейчас посмотрим, что там у нас в составе. Так. Сейчас. А, вот состав молоко нормализированное. А, ну всё молоко. Жиры 5. Это 1,5. Белки 3. Голливуды 4,7. Вот. Не знаю, расскажет потом, понравился вы или нет. Вот такой разошли купить чебуреки. Очень нам в прошлый раз понравились. Их было 13 штук, по-моему, как раз в этом наборе. 12 или 13, не помню. В прошлый раз мы покупали по 70 рублей. В этот раз они уже дороже. 77 рублей. На 7 рублей подорожали. Вот. Кстати, оставалось там мало. Мы забрали 2 и осталось 3 пачки. То есть, в принципе, их берут. Людям, видимо, нравится. Вот. Также муж купил соус. Его тоже, кстати, разбирали мы с вами, смотрели. Вкусный мужу понравился. Вот. И купила я такие вот графинчики. Здесь, по-моему, пол-литра. Красивые такие довольно. Стоили они 43 рубля. Вот. Купила я их для того, чтобы, наверное, перепродать. Почему это, я вам расскажу, наверное, в другом влоге. Причину. Вот. Не знаю. Может быть, я думаю, может быть, их раскрасить. Вот тут вот. Так, сейчас. Тут вот, да, вот есть большое окошко. Его можно раскрасить. Или вот с другой стороны можно вот раскрасить. Не знаю, буду ли я раскрашивать или нет. Попробую, наверное, на объявление подать сначала так. А потом будет видно. Вот. Тут даже, кстати, по циферкам. Он 26-й, а этот 18-й. Прикольно. Можно своей датой найти. Так. Ну вот. Буду сейчас готовить ужин. Вернее, уже приготовила. Сегодня у нас чебуреки. Я их уже разогрела 2 минуты. Сейчас Женьке им достану. Чтобы они были погорячей ему. Такие вот. Наложила я по 4 штуки. И там как раз еще на завтра осталось. Тут я хочу сделать соус. Из майонеза и горчицы. Так, мы берем майонез. Ну, потому что тут после времени я начала есть горчицу. Никогда я ее не ела. Тут начала. Берем немножко майонеза. Не знаю, Женька, будет или не будет его есть. Поскольку у него есть свой. Свой соус. Вот, я уже почти с вами попрощалась. Но потом подумала, что, блин, думаю, я хочу соус. Надо, думаю, что-то приготовить. Это немножко. Это вот столько я беру горчицы. И буду сейчас все это перемешивать. Можно еще, конечно, добавить чесночка. Ну, что-то я так устала. Мне уже так лень. Все это замешиваю. Кстати, соус очень вкусный с гречками. Я сегодня с утра с гречкой его ела. Мне понравился. Мне кажется, будет маловато. Может, горчица еще добавится. Не видно ее почти. Вот. Вот так вот. Диме я уже сделала смесь. Он сейчас покушает смесь. Время у нас сейчас 7 часов. Он ложится в 9. И перед самым сном я его гречневой кашей не кормлю. Вот. И снова, наверное, дам смесь, чтобы он лег спать сытый. Потому что сейчас я его перестала кормить 12 ночи. Дальше я его кормила еще недавно. Потому что он не мог набрать вес. Что-то нет, не острая. Совсем не острая. Еще добавлю немножко. Сюда бы еще уксус, а лимонной кислоты бы. Хорошо. Еще добавлю немножко. Все-таки побольше надо. Вот. Планирую сюда помакать. Вот. Да. И его снова покормлю на ночь. О чем я говорила-то? А, то, что я ночью... Да, у меня вес плохо набирала. Я его стала кормить в 12 ночи каждый раз. Но пока мы были у мамы целую неделю. Дима прибавил... Прибавил 2 килограмма за неделю. Даже там чуть больше недели. Мне 10, наверное, где-то. Вот. И сейчас я его не буду кормить в 12 ночи. Потому что он привыкает. И... Ну, не знаю. Не буду. Вот. Вот такой получился у нас соус. Немножечко. Лучше подниму. Такой он не белый. Такой с песочком как будто. Вот Дима там уже разговаривает на заднем фоне. Вот так вот. Ай, не видно было. Вот, я думаю, хватит этого. Вот. Теперь вот на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Жмите на колокольчик. Пишите комментарии. Вот они мягкие, очень вкусные. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok